У этих серьезных систем самые несерьезные названия. Они способны уничтожить объект за десятки километров. Зачем артиллерийской установке корзина? И как поразить невидимую цель? Все это мы решили проверить на себе. Для стрельбы крупнокалиберных систем нужны немалые просторы. А Бузлесновский полигон самое подходящее место. Сегодня здесь работают самоходные установки 2С3 Акация. Внешне установка очень напоминает танк. Пушка или как ее называют в артиллерии гаубица, башня и ходовая часть на гусеницах. Кстати, на этом сходство с танком не заканчивается. Двигатель здесь установлен такой же, как в Т-72, правда дефорсированный. 520 лошадиных сил. Но этого вполне достаточно, чтобы машина весом в 27 тонн. Вела себя довольно резво. По пересеченной местности машина развивает скорость до 30 км в час. Плавность хода обеспечивает торсионная подвеска с гидравлическими амортизаторами. Акация способна преодолевать трехметровые рвы. Вертикальные стены до 70 сантиметров. И водные преграды глубиной до 1 метра. Теперь мы готовы выйти на огневую позицию. Главная задача механика водителя – занять наиболее выгодную точку. Площадка должна быть максимально ровной, чтобы не было перекоса орудия. Ну что, вот мы и на позиции. Теперь дело за стрельбой. 152-миллиметровая гаубица может поражать цели на дальности до 20 км. Боевая скорострельность орудия – 3 выстрела в минуту. Экипаж машины, кроме механика водителя, находится в башне, в так называемой корзине. С правого борта есть люк заряжающего. Сейчас его место я и займу. В салоне этой боевой машины довольно-таки просторно. Здесь размещаются 3 человека, наводчик, за ним командир, справа – заряжающий. Он комплектует заряд в зависимости от дальности стрельбы. В машине можно стоять в полный рост. Это удобно в первую очередь заряжающему, который вручную подает боеприпасы. Один заряд весит около 20, а снаряд – порядка 40 кг. Всего в боекомплекте 46 снарядов – осколочно-фугасные, бронебойные, осветительные и высокоточные. Сейчас стреляем прямой наводкой. Дальность до цели 1000 метров. Выстрел! Есть попадание! Точно в цель! Поздравляю с точным попаданием! А гильзу-то зачем притянул? Как зачем? На память? И что, куда я ее поставлю? Ничего-ничего, брелок сделаешь! Великоват будет! Продолжение следует...